В деревне Вистина Кингисепского района возрождают традиции и жор. В местном этнографическом музее учат ремеслам этого малочисленного народа, который издревле населяет территорию Ленинградской области. Здесь сворачиваешь незнанку, теперь точно там же, да, вот так вот прошиваешь, да, вверху вперед. Стежок за стежком на свет появляется тканевая кукла, не простая свадебная, а береговая. Ее матери делали для своих дочерей. В кукле символично все, даже цвета. Преобладает красный именно он, по мнению и жор, имеет особые защитные силы. У всех береговых кукол нет лица, оно не выражается. А в этой кукле есть и глаза, и рот, да, вот видим. Почему? Кукла сидит на свадьбе, внимательно следит за гостями, то есть на них всех смотрит. Если кто-то пришел не с добрым расположением, то кукла все это в себя впитывала и забирала, тем самым невесту оберегала. Отличают эту куклу и наряд. Он в точности копирует традиционный костюм и жорской женщины. Рубаха, юбка панева, передник и саппана, необычный головной убор. Все покрыто характерной двусторонней вышибкой. Интерес, что было в прошлом, как раньше люди проводили вечера, что они делали. В гончарной мастерской посетители Ижорского музея сегодня учат делать майдопада, молочный горшок или кукушойту, детскую свистульку. Здесь возрождают керамику деревни большое стремление. Именно там жили ижоры, которые в отличие от своих соплеменников занимались не рыбным промыслом, а изготовлением керамической посуды. Потихоньку, потихоньку разворачивая, будет тарелка. Чтобы изделия были аутентичными, Дмитрий Ткачев и его воспитанники участвовали в раскопках, а потом по черепкам воссоздавали форму горшков и кувшинов. А еще вместе четыре года искали нужную глинокопню, ведь в старину ижоры использовали особый материал, который не требует подготовки. Вот я сижу из большого комка, крошу ее в более мелкую такую фракцию, просто руками. Заливаю водичкой, перемешиваю и получается готовая гончарная глина. Во-первых, она достаточно чистая, она жирная, то есть с ней очень работать приятно. Сегодня, говорит Дмитрий, в Ижорском музее они исправляют ошибку предков. Ремесла и жор перестали существовать, потому что к ним потеряли интерес дети. Очень мало мастеров. Мы хотим вырастить мастеров здесь у нас в стенах нашего музея. Конечно, в традиционной жизни многие умеют этим заниматься, но вот уже ушли из быта свадебные полотенца, свадебная кукла, нет этой культуры. А мы ее сейчас возродим. Возрождают здесь и плетение половиков-кругляков. Они своего рода признак бережливости ижорских женщин. В былые времена прохудившиеся текстильные вещи разрезали на тонкие лоскуты, а потом из них делали вот такие полезные предметы обихода. Вот сюда, да? И давай дальше. Так. И через две петельки. Помогай пальчиком. В дело у ижорских хозяек шло абсолютно все. Чтобы коврик получился пушистым, словно махровый, использовали другой материал. Его тоже можно было найти в каждом доме ижор. Это старые куски сетки, попавшие в шторм. Сетка рвалась. И вот когда ее чинили, вырезали рваные куски, их тоже не выбрасывали. Их тоже соединяли в уток, свивали в клубки. Это все бы пошло так, мусорное ведро, а здесь показали и научили, что можно использовать вещи еще раз и в необычном формате. Время на мастер-классах проводят не только с пользой для тела, но и для души. Пока руки мастериц запоминают нехитрые движения, их голоса сливаются в унисон. Ольга Цейтлин, Эльмира Низамова, Андрей Осин, Александр Уткин, Вадим Корниенков. Последнее известие. Вестина. Кингисепский район.